Оно для нас очень важно, потому что подобной формы работы на сегодняшний день в нашей стране нет. И я думаю, что может быть даже в мире подобной формы не существует. Хотя говорить о том, что только мы изучаем тайную доктрину, не приходится. В Америке есть университет, где профессора изучают тайную доктрину. Какой результат мы не знаем, но то, что это предмет изучения, однозначно. Недавно в Адьяре прошла международная конвенция, на которой присутствовало 1200 человек. Были представители из России, наши друзья из Московской Ложи на этой конференции. Но там было отмечено, что все-таки большинство представителей групп было из Индии. То есть мы можем тоже отметить, что другие страны, регионы как-то отодвигаются в своей работе Теосовской. Поэтому наша школа вносит определенный вклад в освоение Теософии сегодня. И мы будем эту работу продолжать, пока будет в этом необходимость. Сегодня нас встречает год Черного Дракона. Это практически первая попытка реализовать идею Теософии. Прошлый год Белого Зайца принес нам Божественные Знания. Этот год Черного Дракона должен показать, насколько мы эти Знания усвоили. И мы находим на Колесе Времени, что принцип Белого Зайца и Черного Дракона является сутью Теософии. Для реализации Божественных Знаний и Мудрости, собственно говоря, Теософия и создана. Но другая точка на Колесе Времени, которая показывает основную тенденцию развития Теософии, это Синий Кабан, форма сознания. Вот эти две точки на Колесе Времени, Синий Кабан находится на плане Божественного Ума. И является частью вот этого принципа, когда Божественный Ум начинает сам себя осознавать. Я есть, говорит Божественный Ум на этом уровне. И это есть не что иное, как форма сознания. В данном случае пробуждение, новое пробуждение для существования на Колесе Времени. И надо было Белому Кабану пройти 16 шагов по Колесу Времени, чтобы явить объем знаний и попытка значить их использовать. В исследовании вопроса Калачакры мы нашли такой момент, что в 14 веке некий царь, которому исполнилось 16 лет, в год Металл Зайца, значит, к нему с неба упала золотая шкатулка с четырьмя драгоценностями, которыми люди не знали, как воспользоваться. В этой шкатулке были руки сложенные, как индусское приветствие, значит, Чортен, запись Ом Мани Фад Махум и замоток или свод правил, которые толковали суть этих предметов. Удивительным образом, но этому царю в год Белого Зайца было именно 16 лет. Он родился в год Синего Кабана, то есть Воздух Кабана. Это была первая зацепка, которая обратила наше внимание на эти два принципа, и потом дальнейшие исследования нас приводят к пониманию идеи теософии. Мы эти принципы встречаем, значит, в череде дней, и вот сегодня День Белого Зайца. Год прошел, день, значит, наступает. И это, я думаю, знаменательно, вот в год нашей юбилейной конференции, юбилейной школы, мы, значит, ее открываем в День Белого Зайца. Ну, как реликвия, у нас вот есть шкатулка из Индии, где находится земля с родины Лен-Петровны, с Днепропетровской. Вот в одной из наших поездок мы там взяли часть этой реликвии, а теперь это с нами, и пусть ее, как бы, эманация, энергия распространяется сегодня вот в нашем кругу. Я думаю, что вот о значении теософии как таковой и нашей работы мы узнаем в каком-то отдаленном будущем. А сейчас просто надо, как бы, торжественно погрузиться в эту работу, в эти знания и попытаться увидеть за абстрактными идеями, которыми оперирует Тайная Доктрина, возможность их реальной реализации. То есть уйти от иллюзии материального существования и приобщиться к феномену истинного бытия. Потому что вот это бытие как раз скрывается планами бытия, скрывается проблемами нашего материального мира, искусственно скрывается какими-то ценностями, которые такими не являются. А каждый человек, прожив жизнь, должен все-таки найти для себя ту ценность, которая будет его сопровождать до нового воплощения, так же, как она присутствовала, как мы сейчас воплощены и в предыдущих наших рождениях. Поэтому эту реальность, истинную реальность, мы должны с вами попытаться обнаружить и в этой нашей работе. Ну, если вы не против, эта школа, еще маленькое такое добавление, эта школа у нас первая в то время, когда наше развитие подошло к необходимости создания лож. Потому что сегодня у нас две ложи организованы, значит, учредителями в Нижнем Новгороде и в Кемерово. И сегодня же наша школа, это первая работа двух лож. Мы сейчас будем еще проводить дальнейшую работу, и предполагаем, что ложа возникнет у нас и в Омске, и в Юрге. Но это уже на ближайшее время, потому что есть определенные условия, которые надо исполнить. На сегодняшний день у нас 80 человек, из которых 24 человека являются пока кандидатами в документное рассмотрение в Международном Теософском обществе, а 57 человек являются, значит, действительными членами Международного Теософского общества. Это тоже показатель работы, который пока, может быть, и нами еще до конца не осознан, и, так сказать, теми, кто еще, значит, пытается найти для себя Теософию. Потому что многие нам пишут, говорят, о, вы знаете, еще есть Теософия, вы даже можете обратиться так, к Косте Зайцеву в Москве, и вы тоже станете ос. Вот так далее, даже. Уже без Косте Зайцев вдохновил двоцик. Поэтому все по-настоящему, или, как говорит член Международного Теософского общества Константин Николаевич, все по-взрослому. Без шуток. Если уж мы вышли на этот путь, да, то мы идем, как бы, естественным образом, значит, набирая эти обороты. Ну, сейчас, если вы не против, я обращусь, значит, к Калачатре, нашему инструменту познания, чтобы нам определить текущее время нашей работы. Так, не освещуете? Как вам? Видите? Итак, мы находим, значит, текущий год черного дракона. Он является 26-м на колесе времени, открывает направление пространства Венеры, или основания Тетаграматона, является начало слога «Хум» в мантре «Ум Мани Патма Хум». Открывает сектор, который является совокупностью всего. Вот это все, а это совокупность всего. То есть, круг, сжатый до пределов направления пространства. Черный дракон открывает нам созвездие Девы, первую пятилетку этого принципа, и две пары, значит, новой стихии черной. Как сказано, что если мы знания, символ Белого Заяца, ищем в головах других людей, то мудрость, символ черного дракона, должна родиться в нашей голове. Если вы помните, мы говорили о том, что, точке до года Белого Заяца, начиная с Красного Заяца, мы с вами включались в поиск Божественных Знаний. И Белый Заяц, последний, который принес нам какие-то представления о эзотерической системе. Теперь на этом уровне, я думаю, время будет закрывать поток этих Знаний. Единственное, может быть, только какие-то небольшие врата, как сегодня день, например, Белого Заяца, или неделя Белого Заяца, с 16 по 20 августа, который будет опять кратко давать это представление, и снова дверь будет закрываться. Но это надо знать периоды Белого Заяца. Мы закончили две иерархии Божественных существ. Одна из них, Боги, которые достигли освобождения до конца Великого Века, с Красного Заяца, то Красной Собаки, секта феномена проявления аспектов абсолютности, четыре высших знака Зодиака, из которых три находятся в пределах мира, духов, неформ, три знака Зодиака, Овен, Телец и Близнецы, и Рак, созвездие План Прообразов, это вершина квадрата. Там, где соединяется феномен Духа, и появляется молопротритий кодек материи. Это все иерархии Божественных существ, которые с прошлых своих существований достигли каких-то высот Духа, осознания этих феноменов, и судьба им дает возможность родиться вот в этом отрезке, с первого года до двадцатого года в колесо времени. Вторая иерархия в пределах Божественных существ, является кульминацией феномена Духа и открывает нам тропу сознания. Первый импульс, который пробуждает человеческое сознание, как Александр Михайлович сказал, что это суть антропогенеза, эволюция индивидуального человеческого сознания, это элемент Духа, созвездия Льва, который относится к иерархии Божественных существ, деятельными на умственном плане остаются. Их результат именно обретение Божественных знаний. На сегодняшний день мы с вами открываем один из самых загадочных вопросов тайной доктрины, это иерархия духовных существ. Иерархия богов, я бы даже не сказал, вся совокупная духовных существ. Я еще раз вам напомню, что для меня лично этот вопрос оказался невероятно сложным, когда мы читаем и видим перечисление иерархии богов и не понимаем, кто там над кем, кто там раньше, кто позже. Мы сегодня имеем представление о богах, начиная от черной лошади, каждый представитель колеса времени это определенное божество, которое мы уже знаем. И вот в этих пределах 10 принципов мы можем называть. Дальше с черного дракона начинается иерархия духовных существ. Семь иерархий хианебу. Божественные существа, это духовные существа. Следующий класс. Из которых первая иерархия созвездия Дева, вторая иерархия представляется весами, третья иерархия скорпиона, четвертая стрельцами, пятая иерархия божественных существ, которая особенно отмечена в тайной доктрине, акцентом просто делается на Козероге. Пятая иерархия духовных существ, которая делает человечество разумным. Шестая иерархия водолей, в эпоху которой мы сейчас с вами вошли, значит мы эту иерархию должны тоже рассмотреть. И седьмая иерархия, низшая иерархия духовных существ, это созвездия рыбы, эпоха, из которой мы с вами вышли, обретя опыт этого принципа. Итак, мы с вами входим в черного дракона в класс чувствующих существ. И первая иерархия этих существ представляется уже не богами, а силами. Хотя каждый бог это тоже некая сила. Но все-таки в отличие от божественных принципов, здесь начинаются силы проявляться. И мы сейчас с вами будем проводить нашу встречу. Мы завтра поговорим о силе черного дракона, послезавтра о силе черной змеи. Каждый день мы будем отмечать эти силы, закончим нашу встречу желтых петухов. Это у нас будет закрытие нашей школы. То есть у нас есть возможность не спеша проанализировать и посмотреть в течение дня проявление этой силы. Итак, я говорю, на сегодняшний день мы выявляем божеств, доступных человеческому восприятию. Еще раз напомню, макчезная лошадь и забилого зайца. Мы тоже перечислили в одной из наших десерт. Итак, вот такой год черного дракона. Ну, может быть, из истории, опять же, значит, Елену Петровну сопровождал Алькот, черный дракон. И только теперь понимается суть этой пары. Понимаете? Иначе не могло нечто родиться. Елена Петровна уходя через 60 лет, является Хейдер, черный дракон. И он нам передает к концу своей жизни переведенную в подполье, представляете, да, разоблаченную деду. Это так надо унизить знания, чтобы вы понимали, да, что величайшие знания унижаются потому, что невежество не понимает это и не желает распространять. И чем больше закрывается знания, тем они более необходимы для людей сегодня. Это надо равносознать, да. Ну и я свою, как сказать, роль осознал, будучи черным драконом. Коль уж я тут вам представляю этот материал, значит, это тоже логично. Присутствие черного дракона, который эти знания может опровещать. Ничего своего мы здесь не сделали, потому что там уже эти укрёки существуют, да, мы сами придумали. Мы сами прочитали, сами продумали, но не придумывали ничего. Мы пытаемся вот изучать творчество Делового Зариса. Елена Петровна. Сегодня у нас, мы уже отслеживаем два принципа лунный месяц и солнечный месяц. Солнечный месяц – это характеристика праны, то есть энергии жизни. Лунный месяц – характеристика нашего астрального тела. Мы постепенно входим в предмет, который является, условно говоря, запретным для науки или недоступным скорее, да. Вот это уровень астрального плана. В астральном плане формируются все образы. В соответствии с этими образами появляются на материальном плане объекты. Все живые объекты. И их разнообразие форм живых объектов проявлено потому, что есть разнообразие астральных образов. Итак, сегодня февраль месяц – бык белый. Каждый февраль – месяц быка. В течение пяти лет февраль меняет свою окраску. Следующий февраль, следующего года будет черный бык. И это тоже замечательно, потому что черный бык февраля будет находиться в треугольнике с черной змеей. Вот усиление феномена духа А смотрите, мы нашу работу начали в черном петухе, иначе следующая школа должна дать невероятный результат, который мы узнаем после школы. Поэтому вот так сразу мы перекидываем мостик на следующий год. Я вас заранее приглашаю еще раз. В следующий год февраль будет у нас синий бык, потом будет красный бык, будет желтый бык, и через пять лет снова наступит февраль белого быка. Этот ритм вы запомните, да? Вот, зная о том, что февраль это от быка. Мы видим быка белого. Значит, в этом пятилетнем цикле в феврале завершается некое действие. Потому что бык это действие может быть в определенной мере так сказать, бессознательное. Потому что бык сначала действует, потом думает. Вот. И это завершается сейчас. Но не значит, что завершается все. Завершается способность быка к последнему действию. А потом само это действие вот от быка до черного быка. То есть практически вот следующий год до следующего года это время реализации накоплений силы быка. Что мы здесь видим? Значит, белый бык в ряду месяцев начиная с октября красного петуха, ноябрь желтая собака, декабрь желтый кабан, январь белая мышка и вот белый бык. Это время проброго будущего, ближайшего. Но это время, когда закладывались плая центра для некого явления. теперь эти лая центра, если они открыты, они будут наполняться субстанцией и будут наполняться жизненной силой. И так до февраля следующего года у нас идет реализация лая центров. Центров сил, которые превращаются в какое-то объективное явление. В этом, значит, в феврале мы сейчас с вами находимся в неделе белой обезьяны. 12 число приходится на белой обезьяны. Это последний день, уже завтра, посредавтра мы находимся в петухе. Находясь в обезьянке, мы с вами должны вспомнить о том, в этой неделе, что принцип белой обезьяны принес человечество на землю. В третьей расе, в третьей подрасе, именно в века белой обезьяны человечество пришло на землю. Вот образ обезьяны, из которой появился человек. Или образ первого человека в виде астральной обезьяны, который материализовался в первую форму человеческой. Итак, белая обезьяна это завершение, формирование на астральном плане человечества. Водолей, где находится белая обезьяна, одна из его задач, кроме раскрытия индивидуального сознания, это сформировать новый астральный прообраз за эпоху, за 2000 лет, новый астральный прообраз человечества. Наша работа, начало работы недели белой обезьяны, это тоже попытка сформировать сознательно, через наши мысли, новый астральный прообраз человека будущего. На эпоху. Понятно, да? Какие ценности должны формироваться, как он должен выглядеть? Например, если касторка, значит уже точно, сознательно, да? Человек обновляется, не курим, значит не курим, пьем, значит точно не пьем, да? Это все будет закладываться в образ будущего человечества. Кто закаляется, пожалуйста, бегайте, ныряйте в холодную воду. Вегетарианцы, пожалуйста, да? Все это, видите, идея, которая проявляется как необходимость построения нового физического человека. Активная жизненная позиция, в том числе, и открытое сознание. Все это в принципах нашей школы сегодняшней недели, все это закладывает в формирование нового человека. Шестая иерархия духовных существ вот нас будет проводить по этому колесу до постижения феномена абсолютности через 24 тысячи лет. сегодня у нас день белого зайца. Вот мы сегодня еще раз возвращаемся в совокупность божественных знаний. Ну и в этом смысле белый заяц в ряду божественных существ представляет собой с точки зрения Каббалы или западной доктрины эзотерической тефироты, а с нашей точки зрения это причина бытия. Не данное. Их 12, два из них сокрыты и эти сокрыты именно белый тигр сефира и сефирот и белый зайц. 10 остальных вот в пределах направления пространства которые сейчас успешно с мая месяца прожили в течение месяцов мая месяц был черный дракон и ее черные дмитры июля, сентябрь, октябрь до февраля дошли. Но это прожили месяц сами подряд. Вот это как раз те самые 10 сефирот три из которых вышли черный дракон, черная змея и синий вышли. Три вышли. И 7 сефирот отказы до Аббка, которые являются основными сефиротами в этом древе сефирот. Я повторяю совокупность 12 причин бытия. Заяц это потенциальность общая, а следующее вот по принципу здесь. Это направление пространства где каждый имеет свой год проявления каждого из принципов бытия. а тигры и зайцы они главенствуют в этом мире. Они своим физическим естеством, физическим рассудком присутствуют во всех событиях этой десятилетки. Вот их суть. Так же как и знания, если мы переносим опять на зайца это знания, значит знания должны главенствовать всю эту десятилетку. Сознание людей. лунный месяц у нас сегодня красного дракона. Сегодня у нас двадцатый день черного тигра. Лунный месяц черного тигра. Вот первая попытка значит создать тончайшую форму это как раз делает астральную форму это как раз делает черный тигр. Он сам из Акаши он собственно говоря есть это Акаша которая привела первую форму вот черный тигра. Вот Ирина с нами представитель этого принципа. Значит мы сегодня желаем тебе спокойствия сосредоточенности и сознательно лепки этого самого астрального тела. День двадцатый. Я вам напомню что этот ряд мы выяснили на ниже горизонта мы находим принципы которые отражают лунный ряд каждый из них не обязательно сутки потому что бывают в течение суток порой два лунных дня несколько часов один день значит конкретный принцип следующий лунный день следующий принцип но не по датам это наши солнечные дни идут в течение двадцать четырех часов а лунные каждый из своих отрезков и я напомню мы нашли характеристику первую четверть черный человек и сразу это известие повергает в недоумение потому что а где его найти черного человека непонятно вторая четверть говорится четверть белого тигра белый тигра у нас есть на калачах вот мы его находим его порядковые номера его принадлежность нету вторая четверть красный петух тоже ясно вот он четверть это семь дней между ними семь дней третий четверть синего дракона тоже находим здесь но когда мы увидели этих три известных нам на калачах мы замечаем нечто общее между ними это энергия которая ими управляет красная энергия синего дракона красная петуха и белая тигра и тогда черный человек у нас получается тот клон предшествует красной энергии у черной козы и этот феномен удивительно сочетается с предыдущими измышлениями о том что калачахра дана в год воды козы в основании ее построения был лунный ритм и первый день каждого лунного месяца это черная коза и вновь калачахра запускается в действии поворот колеса у человека повторяется первый день лунные черные козы и первый четверть черной козы соответственно второй день лунный синяя обезьяна третий лунный день петух четвертый собачка и так каждый лунный день пошел по кругу вот десятый черный дракон значит это самое двадцатый черный тигр для ориентира пожалуйста вот вы считываете где день таким образом зная вот это вы можете сейчас найдя по таблицам свой лунный день который вы родились это на компьютере значит просто определить кто не знает мы можем в течение этого семинара уточнить ваши по датам какой был лунный день и вы находите начиная с козы вы находите свой лунный день и каждый месяц вы можете его отслеживать этот лунный день ну а сегодня вот двадцатый вот его характеристика первая попытка создания именно астральной или обновления астральной формы все это в месяце красного дракона лунномесяце у нас был день красного дракона день назад и был лютый мороз самый лютый в этой зиме и все это объяснило потому что красный дракон такой это не различает так ну и теперь дальше следующий лунный месяц у нас будет красной змеи потом желтая лошадь и так это пойдет до тигра и мы входим в созвездие девы феномен астрального света неделю да лунные дни тоже подряд пойдут до вот кабана собачки потом снова будет когда вот выше горизонта этих представителей лунных нету иначе бы они не имели вот особую характеристику эти признаки которые относят к божественным динамям соответственно соответственно неделя тоже у нас пройдет сейчас в этот недельный ряд до точки весеннего равноденствия да так ну я думаю что надо отметить что когда вы будете ехать домой вы с недели белого петуха перейдете на неделю черной собаки это принцип который мы тоже с вами уже выяснили да материальный полис колеса времени переключение сознания с материального приоритета на приоритет значит феномена духа так и поклон вот отсюда начинается флот медитации если поклон осуществляем времени пространству людям которые нас окружают в этот флот медитации вот такая характеристика у нас про целесу времени я обращаю ваше внимание что на этой модели мы сюда разместили знак Ом это обретение прибежища это Ом который характеризуется открывающий сектор Алма теперь этот признак не одинокий у нас тут да сейчас я вам хочу предложить некоторый анализ нашей предыдущей работы скажите не отсвечивать доска второй том коллективном изучении но именно станции зиан потому что приложение вы можете уже сами изучать если есть необходимость мы можем конечно туда вернуться но уже как бы отдельными темами а станции зиан мы должны коллективно изучать и главный ключ который нам позволяет разобраться в этом материале это осознание планов бытия и следующий шаг это параллель между планами бытия и калачакрой как системой круговой планы бытия распределены по уровням калачакра у нас распространяется до дешевого плана в нашей седине потому эти принципы в зодиакальном поясе представлены за эти качествами потому что им этим знаком зодиака на материальном плане соответствуют принципы на планах бытия из которых мы представляем три высших плана мира духовных форм которые должны быть названы не планы бытия а планы бытийности потому что это принципы которые как потенциальность абсолюта или абсолютности постоянно присутствуют в пространстве кроме того что мы не можем с вами дать определение феномена абсолютности у него есть еще три аспекта которые постоянно присутствуют в этом пространстве настолько как бы едва уловимые качества которые представлены сознание людей высочайшие как бы их определения это парабраман вот это является парабраман покровов мулабракрики и феномен духа покровов корня материи это есть потенциальные четыре плана бытия на которых развивается человек и высочайший из этих планах относящийся квадрату он недоступны человеческому пониманию потому что мы понимаем через манас мыслитель здесь манаса нету элемента манаса человеческого нету здесь либо индивидуальный элемент духа индивидуальный дух как зародыш богов значком марса определяем или присутствует нирвана когда именно остается только вот элемент нашей высшей природы духовной седьмой принцип человека познавать нечем этот план парабрамана познавательный феномен находится на нижележащем плане этот план соответствует созвездию льва созвездию льва соответственно рак у нас план прообразов близнецы основания треугольника телец второй план и план абсолютности овен вот этот план он распознаваемый и его называют план на котором человек достигает высшей состоянии мыслительной абстракции и на этом плане начинается духовное сознание представляете это тоже достаточно высоко чтобы реализовать этот уровень видите абстрактные представления о феноменах происходящих на этом плане не конкретное и здесь начинается наше духовное сознание начинается здесь у нас присутствует феномен нашей духовной душе а на восходящей ветре здесь феномен нашей реализованной индивидуальности мы с вами прожили эту пятилетку и вот здесь основание белого назаица одиннадцатый год и сегодняшний день этот принцип является феноменом проявления божественного ума или вот второй логос творящий первый логос соответствует парабраману и называется феноменом непроявленный логос второй логос это то что доступно человеку важно отметить что именно начинается с плана божественного ума вот план божественного ума разведительца где в том числе и синий кабан пребывает основание треугольника последний из трех планов бытийности он формирует нам следующий план вот план горы Меру на вершине которого находится черный дракон в потоке вот астральном свете астральный свет является тем препятствием который не позволяет большинству людей находящихся на плане материальном вот достичь этих признаков поэтому невежество человеческое называет этот уровень и сатана сатана если это цвет иллюзорного нашего солнца это его пределы если это цвет абсолютности это его пределы высшие принципы недоступны контролю или управлению человека поэтому его скрывают за тем что это якобы зло тогда и человек этого принципа тоже зло а если мы это принимаем как феномен проявления божественной воли значит и этот свет является благотворящим для нас и вот смотрите наша тайная доктрина первый том идет по станции если мы читаем первую станцию мы должны попытаться сложить представление об абсолютности что делает сознание пытаясь сложить это представление по первой шлаке первой станции предвечная мать рождающая закрыто своих покровах еще раз дремало продолжение семьи вечности это первое что человек может провести как анализ окружающего пространства вот сознание родилось он видит вокруг себя пространство которое его родило и это практически оценка материального плана но это же не абсолют хотя это есть именно проявление феномена абсолют но это же не абсолют это пространство которое нас родило физического а мы то ведь духовные существуют и потом следующая идет попытка оценить это пространство во второй шлаке времени не было упокоилось в бесконечных недрах продолжительности время это сила пространства которое заставляет объекты вращаться этого не было здесь ее источник а здесь реализация этой силы это духи планеты земля лоха земли лоха всех остальных планет которые вращаются и эта оценка тоже не приводит нас пониманию абсолютности и дальше коль есть вращение значит есть силы и вот первая попытка дальше оценить силу духовных существ и опять говорит извините это не абсолютность дальше пробивается а где там ахи духовные существа они тоже пребывают пока в своей непознаваемой тьме и тоже извините ошиблись не абсолютность это боги это не абсолютность они производные этого пространства и так мы с вами по шлакам поднимаемся поднимаемся вверх оставаясь в девятой шлаке так и не реализованным потому что нас подвели только вот на постижение плана божественного ума ум первая эманация пространства абсолютности божественный ум но это не абсолютность абсолютность нечем познать потому что все что внедряется в эту пустоту пространство уже делает это пространство не абсолютно и значите сразу же вы поняли абсолютность познать невозможно и не только человеку но и богам в том числе человеческое познание показал заканчивается практически на уровне божественной иерархии поэтому любое представление может быть она обязательно будет ложным и унижающим феномен абсолютности хотя опять вот этот логостворящий есть ничто иное вот его потенциал как раз в плане божественного ума а божественного ума это есть эманация и первая эманация абсолютности но у нас есть люди рождённые из красного дайца по белой короли а значит эти люди потенциально являют в себе этот скрытый феномен абсолютности и вот это уже первая попытка абстрактная идея перевести в феномен жизни то что это люди с нами с восемь седьмого года по девяносто первый год рождения они же с нами у них есть источник их сознания характеристика которая недоступна нашему с вами пониманию а родились они там потому что по своим предыдущим заслугам то есть они реализовали эту идею я не себе нас они сами не могут проявить феномен абсолютность даже на атака станет потенциальности но они все равно и представляют потенциальности представляете людей этого сектора с восемь седьмого по нему с первый год надо принимать на работу и ничего им не поручать они просто приходят коллектив уже будет просветать они не будут ничего не видите как вашей лично это все практическое это самое если этого не знать там такие навороты во второй шлаке куда же их приделать а мы все понимаем план божественного пробуждения а нам в комментариях значит пишут как же так ахи нету а божественному есть сразу видно приоритет сознания мол есть материя а только потом проявится божественного а кто же эту материю создал потому что божественного впереди то есть приоритета духа они материя это состояние именно отсутствие отсутствие этих самых божественных сил но я это вот пример почему привожу во первых это укоренившиеся наше представление о том что материя лично и эта ошибка которую мы изучаем это кризисом сразу должны случить дух первичен божественный ум первичен а уж потом боги которые являются продуктом этого ума и которые могут это тут достичь своей нирване боги вот их нирвана план божественного так ладно сразу скажу по ходу мы уже с вами имеем тему которая называется тайна вечеря когда мы каждому из планов далее определение не да так и здесь они у нас тоже прошли 5 и 6 здесь мы физически наше физическое тело и мы в своем круговращение 12 лично на этом потоке нисхождение и восхождение проходим через эти не даты которые для нас также какой предыдущей группа иллюстрируют феномен абсолютности эти очередные года иллюстрируют нам качество вот этих планов бытия я думаю это уже более для нас ощутимо потому что это очередной возраст через который мы проходим если мы не понимаем планов бытия не знаю характеристику чисто и доктрину мы не понимаем что с нами происходит в частности на плане божественного ума мы здесь 55 лет и мы здесь соответственно родились 1 2 3 4 5 лет и в каждом 12-летнем цикле или на круге хиная малой колесницы мы проходим через планы бытия это еще одна мотивация для изучения этой доктрине для чего мы это постигаем для чего нам надо знать планы бытия потому что это есть соответствующий возраст мы либо опускаемся по планам бытия в течение 6 лет либо поднимаемся план божественного ума вот если честно говоря для меня это любимая станция в дальней даты я только это изучал и больше мужчины потому что действительно высочайшая философия звучит в этих и мы должны отметить что вторая шлака второй станции есть кульминация этого вот изложения потому что первая шлака нам говорит о какой-то вот сути абсолютности которая здесь появилась новая фаза и первые все равно здесь проявляется а потом 3 4 5 это то как план божественного ума будет проявляться на следующих планах шлаки но предположительно как программы вот таким образом мы не только станции но и шлаки размещаем по планам божественного соответственно третья станция нам будет говорить о феномене махата махат если что иное как вот божественному пришедших движения движение божественного ума новое состояние того же самого пространства в котором идет свет плана божественного ума превращается в огонь если говорить о субстанции но это не субстанция это мир духов вне формы это огонь сила но не субстанции и вот когда этот огонь переходит в новое состояние в пламя пламя тело огня вот это и есть та самула прокрити который насыщается феноменом духа вот этих трех планах и здесь возникает то что потом будет представлена как энергия жизни или фахат возникает новое явление план основания треугольника план третьей станции должны воспринимать двояко не только как махат с силой фахата но и как буддхический аспект мира то есть план созвездия близнецов это махат плюс буддхический элемент пространства в единстве то что мы пытаемся достичь для нашего духовного посвятения на уровне человеческого сознания мы соединяем наш манас с буддхи поэтому желтый цвет как раз как огонь мы можем дать эту характеристику вот и так идет проявление первого логоса явление высочайшего божества в четырех своих аспектах абсолютно в четырех аспектах мы купили одним словом парабрамат аспекты абсолютности тело мулапракрития суть значит это самое элемент духа а сила фахата вот все это составляет четыре высших знака зодиака на круги года мы находим хохат точка летнего солнцестояния короткой ночи большой большой день то есть даже в этой природном цикле мы замечаем проявление необычного состояния это так видите эти принципы мы переносим на план нашей астрономии астрономического феномена ну и дальше что у нас происходит четвертая станция говорит о плане прообразов пятая станция говорит о плане божественном где рождаются боги которые отражают феномен божественного части эволюции шестая станция шестая станция нам говорит о плане вещественном дифференцирован на пять элементов символ которого гора мэро тета грамматон панча лока пять уровней пять лок и десять иерархии я нибудь пять мужских пять женских я не буду каждый на своем подплане олицетворяет нам феномен природу я не буду 7 шлака 7 шлака нас выводят с вами на план материальной здесь обвязать даже быть оговорка да это не материя как таковая а это материализация сил энергии они определены конкретно и силы и иерархия существ которые эту силу проводят это элементалы класс элементалов они они на службе тхи они будут духов стихий тхи они будут на службе тхиан каганов все они значит есть проявление верховного божества единого элемента из которого множество элементов собралось сейчас я послушаю как раз расскажу на калачах вот феномен появление мула прокрытия черная лошадь жажда существования желание существовать в том числе вот этим потенциальным богам вот черная лошадь соответствует этому принципу для нас это был год 2002 42 в том числе вот парабраман черная коза и это еще одна радость потому что оказывается калачакра у нас от черной козы и не могло быть другого года когда божественные наставники передали бы нам эту свою систему калачакры как не в год иллюстрирующий силу парабрамана черная коза это та самая дифференциация молопрокрытия которая едина с парабраманом вот символ красной энергии в этом ряду представлены все это видите в пятилетке воды собственно молопрокрытия и материя постепенно дифференцирующая и все это под действием от элемента духа божественной иерархии 120 градусов элемента духа дальше синяя обезьянка овалы китышвара верховное божество синий петух первый логос непроявленный слово Бога мы уже давно говорили о том что петух и есть слово Бога и красная собака это возникновение индивидуального духа для человека на этом плане возникает атмический элемент для человеческой природы вот так вот иерархия божественных существ здесь представлена ну и конечно суть этого сектора созвездия Рак это и есть тот самый единый элемент который потом начинает дифференцировать элемент уже в предыдущих силах огня вот света эфира этого и движения пространства монастического монастического принципа нет субстанции элемент возникает вот на плане воды и совокупность предыдущих трех более того вы должны знать если вот здесь огонь в огне то телец это огонь плюс свет этого огня а не просто свет огня потому что есть внутреннего потенциал воздух махат созвездия близнецов это огонь плюс свет и плюс еще элемент анастической природы то есть познание пространства так же как и вода это не вода а это совокупность огня это движение пространства и субстанция которая возникает здесь вот дальше она будет представлена именно как вот с акашическим элементом в скорпионе и совокупностью элементалов в рыбах вот это вот совокупность других трех групп созвездий ну и дальше давайте пройдемся по этому сектору чтобы закончить этот ряд иерархов которые мы распознали проживя это направление пространства так семеричные тхианкаганы в красном кабине тхианкаганы мы фразу находим рождаются из их эманации появляется ману а следующий принцип у нас желтая мышка ману учителя человечества их 14 ману на каждую манватару пара коренной семенной ману а можно сказать что это один коренной семенной нет это ману разные поскольку значит вот их именно потенциальность реализации коль это знания коллективные то знания семенного ману они отличаются знания коренного ману а это значит разные сущности божественные сила одного проявиться она была не ману антаре сила другого сохранить эти знания до во время права и до следующего ману антара ну вот смотрите а семенной потом он является коренным новой ману антаре нет там другой коренный там другой идет да как бы вот он исчез ну вы представьте цветочек и все цветком прелещены а суть-то цветка чтобы именно прелестить потому что дальше там плод а внутри плоды семя плод от семя отличается но они же в единстве цветок с плодом плод семени правда? это одно но каждый из них самостоятельной как бы сущность является поэтому 14 ману по двое на каждую ману антару один для ману антаре второй для паралария как только новая фаза возникает возникает новое существо и вот мышка символ этого поняв этот принцип мы понимаем силу мышей желтых в том числе вот по неделе рождения Яны Петровны она тоже желтая ножка ну и я тоже желтая ножка и Татьяна желтая ножка есть некий ману понимаете да? не всяким людям это удается осознать чтобы реализовать эту силу следующий желтый бык ману ману учителя человечества ищет объект которого можно научить и это не физический человек двоечный да? а это духовный прообраз внутри человека Адам Кадмон понимаете? не физический человек а его духовный прообраз и его символ вот желтый бык желтый бык кульминирует в себе качество божественного ума созвездия быка вот вся эта сила вот она здесь лучом представлена желтым быком а потом желтый бык будет реализоваться как астральный свет он руководит этим признаком вот время для проявления божественного ума и время для реализации Адам Кадмона Адам Кадмон представлен у нас вот четырьмя знаками зодиака он здесь рождается да? и эта точка золотого сечения где вся божественная работа заканчивается и начинается ее проявление этой работы желтый бык духовный прообраз человека или Адам Кадмон четырехликий брама реализует феномен Адам Кадмона то есть четыре основных периода в развитии любого явления так же как и у нас по кресту рождение жизнь смерть бессмертие вот эти четыре точки мы проходим как феномены именно духовное состояние и люди проходят вот четыре пятилетки у нас которые каждый реализует один из аспектов этого Адам Кадмона а вся совокупность вот девятый год желтый бык Адам Кадмон будучи двуполым женским в эфире и в воде или в воде и земле так вот два этих составляющих у нас созвездие тельца двойственное изначально это эфир а после круга это земля энергия превращается в форму поэтому двойственная характеристика тельца есть и мужской аспект водолей лев дух и воздух или индивидуальное сознание Адам Кадмона двуполый Адам Кадмон но будучи двуполым он проявляет свою совокупную мужскую силу ищет сефиру и сефиру является как раз белый тигр сефир или женский аспект божественного явления сочетаясь они рождают сефироты или двенадцать причин бытия вот совокупность причин бытия это белый заяц а смотрите мы на плане прообразов нашли еще одну такую характеристику как Адинидана единая причина бытия и мы ее можем найти желтая энергия управляет белым заяцем желтая же энергия управляет принципом синей обезьяны который является овалокиташвари и единая причина бытия он сила распространяющаяся на все следующее творение опять это может быть абстрактная картина до тех пор пока мы не узнали что оказывается среди нас синие обезьяны белые зайцы есть среди нас и теперь и теперь мы начинаем понимать их мотивацию поведения их главную источник поведения вот таким образом реализовался этот ряд божественных существ которые мы можем с вами распознать потому что это в пределах человеческого достижения и реализовать еще одна четверти а там в той четверти синий дракон будет а в той четверти будет в принципе